Тем временем Аль-Каида официально взяла на себя ответственность за террористическое нападение на редакцию французского еженедельника Шарли Эбдо. Заявление об этом появилось в интернет-сайте еминской ячейки группировки. Американские спецслужбы уже подтвердили подлинность этой записи. Подробности выяснял Евгений Маслов. Лидер еминского отделения Аль-Каиды Насер Аль-Анси в 11-минутном видеоролике, размещенном в интернете, заявил, что атака на редакцию Шарли Эбдо была местью за пророка Мухаммеда. По его словам, французский еженедельник был целью Аль-Каиды. Она занималась организацией теракта и финансировала его. Что касается атаки в Париже, мы в ячейке организации «Джихад» на арабском полуострове полностью берем ответственность за это отмщение в защиту имени вестника Аллаха. Мы организовали и задумали эту атаку и сделали это в соответствии с заветами Аллаха поддерживать его вестника. Судя по заявлению в интернете, Аль-Каида теперь готовит и новые теракты в странах Запада. Эти угрозы серьезно восприняли в США. Подлинность видеозаписи у спецслужб сомнений не вызывает. Мы получили от наших коллег из разведки подтверждение того, что видео, приписываемое ячейке Аль-Каиды и Аравийского полуострова, об атаках в Париже действительно подлинное. И их заявления мы воспринимаем серьезно. Братья Куаши с Аль-Каидой, как уверены спецслужбы США и Франции, были связаны давно и находились под большим влиянием Анвара Алявлаки, исламского проповедника и одного из главных идеологов Аль-Каиды, ликвидированного еще в 2011 году. Но его идеи популярны, а авторитет высокой после смерти. Что примечательно, с его же именем связывали и организаторов терактов в Бостоне, братьев Царнаевых, которые также находились под влиянием идей именно Авлаки. Между делами братьев Куаши и Царнаевых теперь на этом основании проводят прямые параллели. Защита Джахара Царнаева сегодня обратилась в суд с просьбой отложить процесс в Бостоне, явно в надежде на то, что эмоциональный накал после событий в Париже снизится. Но получила от судьи отказ. Евгений Маслов, Павел Кубин, телекомпания РТВА, Нью-Йорк. РТВА, Нью-Йорк.